Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один интересный вид оптимизации, но он проходит не везде и не всегда, в зависимости от задачи. В чем же суть этой оптимизации? Ну смотрите, вот к примеру вычисление факториала, рекурсивная функция. То есть вычисление факториала, то есть функция вызывает сама себя и до тех пор, пока не выполнятся какие-то условия. Нерекурсивный способ вычисления факториала, вот он вот такой. А еще есть способ вычисления на основе, ну я ее так назвал, рекурсия во время компиляции. То есть с помощью использования шаблонов. Шаблоны вы, помните, это грубо говоря, генерятся функции. Ну это грубо говоря, ну не грубо говоря, функции генерятся. Но можно сравнить это с макросами в языке C. То есть если так грубо взять сравнить, то можно сравнить. То есть грубо говоря идет подстановка. Теперь смотрите, теперь смотрите, вот как вычисляется факториал числа, ну для 100. Вот факториал, треугольник в скобках 100, и сумм плюс равно f get value. Вот и все. Здесь сумм плюс равно non-рекурсив, сумм плюс равно рекурсив. Что происходит? К примеру, рассмотрим для шести. Для шести. Что происходит? Давайте посмотрим на шаблон. Вот мы смотрим факториал. Вот он такой шаблон, int n. И вот есть специализация. Что такое специализация? Смотрите, у меня по урокам C++. У меня было шаблоны, и там явно я и частичная специализация. Так вот, вот специализация для значения 1. Для значения 1 возвращается, ну в инаме, вот есть такое, ну короче, значение value равно 1. Иначе же, если факториал и n любое другое, кроме единички, то это превращается вот в такое, да. Get value равно n умножить на факториал n минус 1. Теперь смотрите, во что оно превращается. К примеру, для шести. Смотрим. Факториал 6. Что оно превращается? Значит, берем сюда шестерочку подставляем. 6 умножить на факториал 6 минус 1. То есть на факториал 5. Так? Так, вот оно. А факториал 5 превращается в 5 умножить на факториал 5 минус 1. 4. А факториал 4 превращается в это, а это, 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 тран, 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 тран. В результате вот получается вот в такой набор функций. Вот это я называю рекурсия во время компиляции. Ну и второй пример с суммой, да. Ну как вы понимаете, это все, вот эти вот значения должны быть уже известны на этапе компиляции. И тогда это все, конечно же, отработает и соберется. Сумма, ну это такое может быть. К примеру, вам нужно будет вычислять какие-то значения, вы знаете, на этапе компиляции их. Вот. И вы их можете подставлять. То есть это могут быть какие-то таблицы, могут быть какие-то суммы, могут быть еще что-нибудь. Вот. Короче, то, что может меняться и значения могут быть известны на этапе компиляции. То есть в этом случае этот способ отличный. Теперь сумма. Сумма, вот подсчет рекурсивный. Не, а, вот сумма нерекурсивный вызов. И рекурсивного здесь нету. Вот здесь есть просто в цикле. Да, вот же, блин, подожди, сумма, да, все правильно. И есть шаблон, да, на шаблонах. Здесь то же самое. Здесь принцип тот же самый. Вот создается шаблон. И, и, и. А, вот он. Вот. А вот специализация для значения 1. Значение 1 это индекс, да. И мы можем посчитать сумму. Вот. То есть уже известно, к примеру, что массив из 100 элементов. И мы вызываем, вызываем рекурсивно, грубо говоря, рекурсивно. То есть генерятся эти функции, подставляются и все считается. Вот. То есть вот пример для суммы, да. Ну, с факториалом более нагляднее, наверное. Ну, короче, я думаю, те, кто, тот, кто об этом не знал, сейчас узнал. И, возможно, заинтересовался данным способом. Теперь давайте проверим, проверим это на трех разных компиляторах. Это у нас C-Lang, это у нас GCC, это у нас Intel C-Compiler. Флаг он 0, то есть оптимизация отключена. И теперь давайте, давайте сделаем сборку. AllBuild. Сейчас мы это все соберем и проверим. И проверим. Не понял. Variable F-Set, but not used. Это кто такое сказал? Это GCC сказал? Ну, как это not used? Подождите-ка. Подождите-ка. Куда это ты? Где это 72? Как это not used? Ты что? Вот же not used. Короче, ладно. Давайте сравним результаты. Так, запускаем C-Lang. Рекурсия. Факториала, да? За 370 нс. 397. Так, что мы видим? Ух ты, блин. Смотрите. Ну, вот здесь факториал вычислился. Шаблон. Рекурсия во время компиляции. Разница сколько? Почти в 100 раз. А вот здесь, вот здесь сумма. Что-то долго вычислялось. Ладно, давайте GCC посмотрим. Что у нас по GCC? У GCC тоже сам. Ого! Сумма template non-tercursion. Даже дольше. Это интересно. Ну и давайте Intel C-Compiler. Так, у Intel C-Compiler, смотрите, результаты, ну, рядом. Но нет такого большого разрыва. Окей. Теперь давайте посмотрим на флаги оптимизации O1 и потом на O2 и все. O1. Везде поставил я флаг O1. Возможно, возможно, для каждого компилятора нужно свои особые флаги. Возможно, не знаю. Не разбирался. О, смотрите. C-Lang разложил, то есть сгенерил эти функции. Вот. Смотрите, что он нагенерил. Что я говорил? 320. Ну, короче, по очереди, да, пошел. 300, 300. И все. А где другие? А, он через 4 как-то. Короче, какая-то у него супер оптимизация. Ладно, сейчас посмотрим. Подождите, это C-Lang был? G-C-C-T. Да, это... Нет, это G-C-C так разложил. Да. Вот это у G-C-C такое произошло. У C-Lang. Это на уровне оптимизации O1. Ну, ладно, давайте C-Lang. Спас... Опачки. Хе-хе. Это как? Понимать. Это странно. Это означает, что в вычислении... Возможно, все вычислилось уже. Не знаю. Смотрим G-C-C. Ну, вот это результат, это означает, что как бы функция, в принципе, не вызывалась. Можно предположить, что компилятор понял, что там хотят сделать. И вычислил это уже на этапе компиляции. И просто туда подставил значение. Либо же вообще не использовал тот кусок кода. Ну, короче, где-то так. Так, что по G-C-C произошло? Факториал. Смотрите, в сколько раз быстрее. Да. И в сколько раз быстрее тоже сумма. Вычисление суммы. Вот. Вот здесь уже другой, совсем другой компот. И Intel-овский компилятор. Ну, смотрите. Я замечаю, что Intel-овский компилятор, в принципе, схож по скорости с работой G-C-C. Ну, именно под Windows. У меня-то, у меня-то, у меня-то процессоры Intel, вот. Ну, вот C-Lang отличается, вот реально отличается. Так, ладно, давайте O2 поставим уровень оптимизации и все. Для Intel-овского компилятора, по-моему, O2 максимальный уровень. По-моему, могу ошибаться. Я не специалист в компиляторах, поэтому было бы нас очень много на канале, то можно было бы более детально поразбирать. Но нас не так уж и много. Так, уровень оптимизации O3 был включен. И теперь давайте последнее сравнение у C-Lang. Опачки! Ха-ха-ха! Вот здесь что-то произошло, да? Какие-то вычисления есть. Давайте UGCC посмотрим. UGCC сумма нотрекурш... А, факториал вообще по нулям, видимо, тоже вычислилось сразу. Не знаю, либо код не использовался. Но, короче, вот это вот рекурсия во время компиляции, как вы видите, в принципе, очень и очень неплохо ускоряет работу кода. В сотни раз. В сотни раз. Ну, а в случае с C-Lang вообще неимоверно непонятные... Надо, возможно, там еще более запутывать компилятор, чтобы он тот кусок кода вообще использовал. Фиг его знает. Короче, я думаю, идею этой оптимизации, узкой направленности вы поняли. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.